Они еще учатся в СУЗах и ВУЗах, но уже на передовой в борьбе с коронавирусом. Сегодня в Белгородской области главные врачи региона и Департамент здравоохранения благодарили за труд студентов, медиков и ординаторов. Среди них те, кто в это непростое время стал волонтером и помогает и людям из зоны риска. Те, кто работает на горячей линии и те, кто бок о бок со старшими коллегами несет вахту в ковидных госпиталях. Один из таких Шамиль Курбанов. В приемном отделении 2-й городской больницы он с самого начала пандемии взял на себя работу, которая помогает разгрузить старший медперсонал. Прием пациента со скорой, перевозка его до отделения или же на обследование, то есть перекладывание, посильная помощь медицинскому персоналу. В самом начале всего этого у нас были сложности. Сейчас мы привыкли к этому. Мы привыкли ко всему этому. Но все равно сложно, когда тебе не хватает кислорода, когда у тебя все мысли улетучиваются, и ты делаешь все на автомате. Заместитель губернатора Белгородской области Наталья Зубарева поблагодарила добровольцев за их самоотверженный труд и призналась, что регион очень нуждается в их поддержке. Без вас сегодня было бы не просто сложно, мы вряд ли бы справились. Потому что порядка сотни человек сегодня работают только в ковидных госпиталях и в поликлиниках с пациентами, которым в экстренном порядке нужна помощь, с инфицированными ковидом. И эти люди из числа студентов медицинского института и студентов медицинской колледжей. Вы сегодня демонстрируете уникальные, кто-то скажет не по возрасту, человеческие качества. Это надежность, это стойкость, это порядочность. И, наверное, самое ценное, что сегодня есть, это профессиональная честь. Продолжение следует...